Благо есть, исповедуйтесь Господи, и пейте имени Твоему Вышней, Возвещайтесь за утро на вас Твою и истину Твою на всякую ночь, Десятиструнной псалтири с песною ушли, Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, И в деле руку Твоей возрасту. Мы продолжаем разговор о псалтири, и у нас сегодня 35-й псалом. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Я надеюсь, что наши телезрители приготовили свои книги, Вместе с нами читают псалтирь. Батюшка, ждем ваших интересных размышлений. Спасибо Господи! Сегодня мы действительно с вами, дорогие братья и сестры, Будем говорить о 35-м псалме. Он очень глубокий, очень интересный, И, наверное, он также приближен к нашей жизни, Потому что мы вместе с псалмопевцем Давидом Также испытываем многие-многие трудности, беды, искушения От тех коварных людей, которые хотят нам чего-то злого. И этот псалм имеет преднаписание в конец отруку Господню Давиду, И очень нежно называет псалтырь Давида отроком Господнем, Потому что отроком можно назвать только того человека, Который, как отрок, имеет чистые и светлые отношения к своему благодетелю, И всегда готов творить только добрые, сохраняя верность. И вот Давид всегда также творил добрые дела и по отношению к близким, Потому что имел страх Божий в своем душе, в своем сердце, Всегда стремился исполнять заповеди Божии. И, конечно же, это он все делал, Потому что вся его любовь была направлена к Богу, А через это и к тому ближнему, который окружал его. И даже когда ему делал кто-то плохо, он никогда не мстил человеку, И всегда только жаловался Богу, Я-то не мщу Господи, а мне-то злое творят, И злое хотят мне что-то сделать. Вот поэтому Давид здесь и так вот называется отроком. Но в то же время преднаписание в конец. Почему в конец? Толкователи говорят о том, что этот псалом говорит о конце всех тех, Кто плел некую хитрость и коварство против царя Давида. И поэтому царь Давид обличил их и умолил Господа, Чтобы Господь совершил суд на ним и правду свою. И поэтому уже был виден их конец, конец их коварства и конец их жизни, Потому что, как правило, Господь лишает жизни всех тех людей, Которые творят неправду в нашей земной жизни. Итак, псалом начинается такими словами. Глаголит, при беззаконии согрешайте в себе, Не страха Божия предочима его. Ну что ж, беззаконие согрешает в себе, в самому. В первую очередь, каждый человек имеет совесть. И совесть говорит о том ему, что он делает неправильно, Потому что совесть есть голос Божий в человеке. И ты будешь отвечать перед Богом за свою неправду, которую ты делаешь. Но вот Саул, он подумал о том, Что если я буду это делать неправду и выдавать ее за правду, То тогда я не буду отвечать перед Богом. И никто не знает, что я мыслю именно неправедно, Против праведного человека. И поэтому, как бы, никто меня не обличит, В том числе и Господь, который не узнает моей неправды. Потому что это неправда внутри меня самого. Как бы вот так он обманул себя. Яко льсти пред ним, обрести беззаконие свое, И возненавидите. Ну вот он ульстил себя, то есть он себя льстил, Он себя убедил в этом. А потом он не стал разбирать это беззаконие, Чтобы возненавидеть его, Чтобы победить его внутри себя, Чтобы побороться с ним. А он просто так вот убедил себя, И сказал, что это беззаконие правда. И поэтому он утвердился в этом неправде, И восстал против Давида. Глаголы уст его, беззаконие и лесть, Не восхотел, разумеете, ежу, ублажите, Беззаконие по мысли наложи своим, Представь всякому пути неблагу, А злобе же негодова. И вот поэтому после этого уже и уста его Стали говорить беззаконие. И он уже не восхотел правду говорить о Давиде, Но говорил все ложное. И причем мысли его были настолько постоянными, Что он никогда не изменял их. Более того, даже он мыслил на ложе своем об этом. То есть настолько он себя возбудил в этом И убедил, что он даже и не мог спать. Но и во время сна, когда тишина, Когда все успокаивалось, Успокаивается чувство человеческое, Успокаивается сам организм человеческий. Он даже и тогда не мог успокоиваться, Но даже на ложе своем всякую неправду И беззаконие сочинял на Давида, И затем это все воплощал. «Господи, на небесе милость Твоя И истина Твоя до облак». И вот здесь уже псалмопевец Давид Обращается к Богу, Потому что правда Божия, Она выше гор земных, Она достигает до облак. И истина Божия также пребывает И достигает вот такой высоты. «Правда Твоя, яко горы Божии, Судьбы Твоя бездна много, Человеки и скоты спасайшие Господи». И здесь он говорит о том, Что правда и милость Твоя, Она настолько неограничена, Что Господь спасает и человеки, И скоты спасешь, и Господи. И даже бессловесную тварь спасает. Но мне как-то даже очень понравилось, Потому что не столько вот сейчас, Очень многие обращены на животных, И даже вышло календаре, Батюшек с котами. У прав мира, где батюшки обнимаются скотами, И на каждый месяц будет очередной Известная батюшка с котом. Но это, конечно, немножко такое Протестантское отношение К скотине и Бессловесной твари, Что тогда мы можем дойти до венчания И причащения Кошечек и собачек. Но вот здесь, когда мы Внимательно прочитаем, Конечно, Господь всем благодетельствует, И всем дает свою милость. Но самое главное, наверное, Господь дает, что Скотами, вот один из толкователей Сказал, что скотами здесь называется Языческий мир. Не потому, что они не имели уст, Не потому, что они не имели разума, А потому, что они жили согласно инстинктам, Как скотина живет. То есть не имея никакого закона Божьего внутри себя, И не живя по Божьему закону. И вот даже этим людям, Живущим не по Божьему закону, Не имеющим веры, Господь все равно благодетельствует, И дает им свою милость, Дождит на них, освящает их, Согревает их солнцем, Питает их от плодов земли, Которые он благословляет. Тоже даже и таким людям Господь дает свою великую милость. Яко умножил, если милость Твою Божия, Сына везли человечестве, В кровь у крыло Твоей, Надеетесь имут. Вот. Поэтому Господь всякому человеку, Конечно, И всем людям дает свою милость, И сынам человеческим, Которые ищут ее, Всегда получает. Господь никого не оставляет В милости своей. И вот здесь как раз Давид Опять-таки дальше делится с нами, Какую дает милость, Сколько дает этой милости, Много дает милости. Он дает возможность И веселье даже сердца человеческого, Потому что вино веселит Сердце человеческого, А тук – это масть. То есть и дает даже достичь Определенного состояния, Определенного положения в жизни. И сладостью даже напаяет человека. То есть настолько жизнь делает Приемлемое до такой степени, Что никто ведь и умирать не хочет. И в наше время это можно сказать. Потому что мы от жизни, Хоть и испытываем многие трудности, Все равно получаем саму сладость жизни. И нам не хочется умирать, И не хочется уходить из этой жизни. «Якой тебе источник живота, Во свете твоем узрем свет». И здесь очень глубокое такое повествование О том, что Господь имеет источник жизни. Или мы очень часто в наших церковных песнопениях Называем псаломопевцем, Вернее, Господа словами, опять-таки, Псаломо и начальника жизни нашей. Мы называем Господа начальником жизни, То есть положившим начало жизни. И вот об этом должен каждый человек упомнить, Который пользуется этой жизнью и говорит, «Я не верю в Бога, я не признаю Бога». Но, значит, ты не признаешь того, Кто тебе дал начало жизни. То есть кто положил начало жизни вообще Все здесь на земле, В том числе и каждого конкретного человека. Или говорит, «За что, да, я должен благодарить Бога?» За дачу, за клячу, за большую квартиру, За поездки за границу. Конечно, в первую очередь мы должны Благодарить Бога за нашу жизнь. Домичка, тут извините, перебью. Очень такая забавная вещь. Я расскажу. Один из федеральных каналов Недавно сказал, что вообще мы все марсиане, Оказывается. И что жизнь случайна. А почему марсиане? Жизнь случайно залетела к нам с Марса. То есть какая-то песчинка с кометой. Комета упала, то ли метеорит упал. Вот отсюда пошла ей жизнь человеческая. Ну что ж, кто-то хочет быть Прозведенным от обезьянки, Кто-то от какого-то бабушки. А мы уж... Вот террористы, которые взрывают все в мире, Они, наверное, хотят что-то создать. Что-то, чтобы у них... От их взрывов что-то получилось. Вот это самая глупая версия. Потому что взрыв не может родить жизнь. Взрыв — это всегда что? Это всегда разрушение, уничтожение самой жизни. Где бы он ни произошел, Это взрыв на Земле или в космосе. Взрыв — это всегда уничтожение. Вот от взрыва, от спутники, Которые взрываются в космосе, Ничего не создается. Они тут же падают, опять-таки, В пределы земные. И подлежат утилизации, уничтожению дальнейшему. Поэтому, конечно же, Вот я хотел сказать о том, Что насколько начинаешь ценить жизнь, Мы несем послушание При ни одной больнице, 17-й наркологической, 64-й городской. И когда посещаешь больных, Которые находятся в тяжелейшем состоянии, У которых не действуют руки, ноги, Тогда только как-то вот к тебе приходит Такая трезвость, И ты начинаешь думать о том, Что действительно твоя жизнь в руках Божьих. Насколько ценно, Когда ты утром встал, У тебя работают руки, ноги. Ты тогда вспоминаешь Господа, Источника живота, Источника нашей жизни, Начальника нашей жизни, Положившего начало жизни, И который, опять-таки, Поддерживает жизнь в самом человеке. И не просто жизнь на земле. Мы понимаем, что Господь не даст нам Своё благословение, И руки не будут двигаться, Они тоже будут парализованы, И ножки не будут работать, И голова, И язык даже не может не говорить. Вот в каком мы бедственном состоянии Можем находиться. Но в то же время Господь и заботится И о нашей вечной жизни, О продолжении нашей жизни здесь, Не только на земле, Но и в вечности. А для этого мы что-то должны увидеть, Дети к чему-то должны стремиться в жизни. И об этом удивительно пишет псалмопевец. Он говорит дальше, «Во свете твоем узрим свет». То есть, что значит во свете Самого Господа увидеть свет? Опять-таки, святые отцы говорят, Здесь говорится о Христе. Через Христа мы увидели больший свет. Мы увидели свет Отца, Мы увидели свет и Святого Духа. И помните, когда в беседе Со своими учениками, С Нафанайлом, Который говорит, «Господи, покажи нам Отца Своего!» Он говорит, «Нафанайл, кто видел Сына, Тот увидел и Отца». То есть, вот этот вот божественный свет Бога Отца, Он открывается через Христа, Через Сына Божьего. И кто не верит в Иисуса Христа, Тот никогда не увидит полноту Святой Троицы, Тот никогда не увидит Божественного Света. Вот почему важно верить в Господа Иисуса Христа. Вот почему важно приступать к Таинствам, Особенно к Таинству Святой Евхаристии. Потому что через Господа мы видим Только полноту Божественного Фаворского Света. И через это приобщаемся к нашему Богу Во всей полноте. Вот такой удивительный псалом. Смотрите, мы еще до конца не дошли. Но какую глубину Он открывает нам? Сначала начал говорить о тех, которые живут неправильно, Которые хотят неправды. Затем псаломопевец Давид очень тонко Переходит к славе Божией, К милости Божией, Которой Господь являет. Потому что все равно беззаконные помыслы, Они будут... Господь их видит. Он знает, О чем беззаконный человек помышляет. И поэтому, когда он пребывает в неправде, Делает свою неправду, Эта неправда обличает его И приводит его к поражению. Потому что истина Божия, Она выше. Милость Божия, Она выше всякой нашей тайны, Всякой нашей неправды. И она, конечно, направлена на спасение человека. Она умножает милость Божию. И, конечно, этой милостью все пользуются. И те люди, которые находятся в вере, И те, которые находятся в неверии. И даже... Ведь смотрите, Талмудисты как толковали, Даже невзирая на то, Что они имели перед глазами своими Псалтирь Давида, Они говорили, что нет, Милость Божия только на народ избранный. Вот избранный народ, Значит, по отношению к нему соблюдать Можно все законы, Все заповеди, Но не надо соблюдать Никакие законы по отношению К человеку, Который находится в язычестве. А вот псалмопевец Давид За много-много лет Назидая и тех людей, Которые пребывали В верхозаветной религии, И те, которые сегодня живут в лудаизме, И которые рассуждают, Так же он сказал, Что правда твоя, Как горы Божии, Судьбы твои, Якобезна много, Человеки и скоты спасеши. Спасеши, Господи. Человеки и скоты. Естественно, о скотах мы не говорим, Потому что они не имеют вечности, Потому что душа и в крови их. Она не имеет вечного начала, Она имеет начало материальное. А, конечно же, Вот право-толкователь, Который говорит о человеках, Которые не имеют, Истинные имели сейчас крещение, Тогда они имели отношения К избранному народу, Но Господь спасает всех. Вот какая любовь Божия. Почему Господь спасает? Вот я просто хотел Вот это вот очень тонко соединить. Да потому что Господь милостив, Потому что Он дал Начало жизни Всему живому здесь. И скотам в том числе. Это толкователь. Да, да. О чем вы говорите. И поэтому Он хочет не только, Чтобы человек жил этой земной жизнью, Но имел продолжение вечности. Но тогда будет апостол Павел Новая земля и новое небо, Новые люди. Какие новые люди? Не то, что будет создан новый человек, А будет обновленный человек, Обновленный самой божественной природой, Обновленной верой своей. И тот будет только пребывать На этой земле Вместе с Господом. И вот во свете Твоем Узарим свет. И когда мы слышим эти слова, Они же вошли в те церковные песнопения, Когда поются за богослужением, За вечерним богослужением В наших храмах, Которые поются за литургией. Это все. Кто изучает псалтырь, Кто ее читает и вчитывает, Он начинает понимать. И само богослужение. Многие говорят, Переведите нам все на русский, Мы не понимаем богослужение. Можешь не переводить, Просто почитайте псалтырь, И вы все поймете и так сами. Вот когда начинаешь вчитывать псалтырь, То для тебя, конечно, Богослужение открывается, Как ярчайшее. Все, кто говорят, Переведите нам на русский язык, Просто не хотят себя утрудить. Изучением даже церковно-славянского языка, Основного нашего языка. Хотя изучают по восемь языков. Среди них такие сложные, Как я не знаю, Китайский, японский, химический, Арабский. Арабский. Что только не изучают. А вот он, родной церковно-славянский, Боится себя утрудить. Это очень сложно, Потому что это связано еще И с духовным становлением человека. Поэтому здесь враг рода человеческого Всегда помешает. А там подтолкнет. Прекрасен наш церковно-славянский? Не только прекрасен, Он спасителен. Потому что он открывает глубину Духовной жизни человека. И наполняет его Богослужебным смыслом. Пробави милость Твою ведущим Тя И правду Твою правым сердцем. Ну что ж, здесь Палмопевец Давид Просит о божественной милости Не ко всем уже, Не ко всем живущим, Но именно те, которые знают Тебя, Которые почитают Тебя, Которые живут в законе Божьем. Потому что знающий Бога и любящий Его Исполняет заповеди Его И творит правду всем сердцем. То есть ему не надо, Его не нужно принуждать, Его не нужно как-то назидать, Наставлять, заставлять. Он все равно будет исполнять закон, Потому что он знает Бога. И тот, кто знает Бога, Закон Божий всегда живет в его сердце. Он ничем не заглушен. Он всегда будет поступать По тем заповедям, которые Господь оставил человеку. Да не приидет мне нога гордыни, И рука грешница, Да не подвижет меня. Ну вот здесь такую Палмопевец Давид просит. Не только вот мы привыкли, наверное, Просить у Бога, дай мне, Господи, Только благая, хорошая, Только правду, Не избавь меня от беззаконных, Избавь меня от тех, кто наказывает меня, Избавь меня, Господи, от нищеты земной. Естественное желание. Да. А здесь немножко наоборот, Давид еще учит нас, Что мы должны молиться, Чтобы Господь избавил нас От того греха, От той неправды, В которую мы можем впасть. Мы сами, Мы не только можем быть материально бедны, Мы можем быть несчастны, Мы еще ведь можем быть и идти в одну ногу С грешниками, с неправедными, И тогда мы отойдем от истины, И тогда жизнь наша и земная изменится, И вечность от нас отвернется, Она будет для нас недостижима. Поэтому Он говорит, Господи, да не прийдет мне нога гордыни, И рука грешницы, да не подвижет меня. Что такое нога гордыни? Естественно, вот если мы вспомним Священное Писание, Вспомним пророка Ильи, То он обличает и говорит, Что вы хромаете на обе ноги? А можно хромать на одну ногу. Что такое значит нога гордыни? Если ты будешь иметь ногу гордыни, Хотя другая у тебя может быть, И будет желать вступать на правый путь, Но нога гордыни тебе не будет давать, Ты будешь всю жизнь каким? Хромым, ты будешь уродом. И если вот ты допускаешь даже наполовину в себя эту гордыню, А гордыня – это не просто какой-то один порок гордыни, Это матерь пороков. Это воплощение всего зла, Которое человек может творить. От гордыни ведь все грехи, Это наша немирность, Это наша злоба, Это наша зависть, Это наше презрение, Это от гордыни любодейство. Ну, всякие грехи, которые человек совершает, Он, конечно, питается той гордыней, Которой возрастил в себе. Поэтому, если мы не хотим погибнуть в своей жизни, То мы тогда должны бегать вот этой ноги гордыни, Вот этой хромоты, Вот этого родства духовного, Которое приходит вместе с гордыней. И рука грешница, да, не подвижет меня. Почему рука грешница? Потому что человек творит все-таки, Если совершает какое дело, То, естественно, совершит его, Он совершает руками. И это говорит о совершении тех греховных дел, Которые он может сделать. И поэтому Псалмопевец просит Господа, Чтобы Господь не дал ему эту руку гордыни И руку всякой неправды. Тамо подошве вседелающее беззаконие. Тамо, где, вот там, вот в том месте, В таком состоянии, Подошве вседелающее беззаконие. То есть, те люди, Которые пребывают в таком состоянии И с такими людьми, Они, конечно же, будут творить беззаконие. И впадут в беззаконие, И впадут в неправду, Которая, конечно же, погубит их. И заключает, вот, Псалмопевец Давид, Очень глубокими словами этот Псалм, Из реновена небыше И невозмогут стати. С такой, наверное, печалью и болью говорить, Что такие люди из реновенны, То есть, отвергнуты будут. И, конечно, невозмогут стать. Когда? Когда мы не сможем до конца оправдаться? На страшном суде Христовом. Поэтому, конечно же, Молиться мы не должны не только О своем благополучии земном, О благополучии своих сродников. Молиться должны, конечно же, И о том, чтобы Господь Не попустил нас Быть вместе с грешником, Быть в таком состоянии, От которого мы затем не сможем Оправдаться, потому что Жизнь земная, она пройдет, Она очень быстро пройдет. Но у человека верующего Есть еще вера В глубочайшее будущее, Будущее загробной жизни. И если не идти путем этого будущего, То тогда зачем жить на земле? А если мы живем на земле И верим в будущее, Значит, мы должны просить Бога о том, Чтобы Господь спас нас От этой гордыни Или от руки, делающей беззаконие, Чтобы никакая правда Не пребывала в нашей жизни, Чтобы мы имели Оправдание вечной будущей жизни. Если я вот интересно Сейчас задали вопрос Или зрители, для чего мы живем? Даже в советское время, Если мы вспомним, обратимся, По наитию люди всегда задавали себе этот вопрос. Даже песня была такая, Если ты человек так бесследно Уйдешь, для чего ты живешь? Задавались то есть лучшие люди, Мыслящие, Хотя уже Бога отняли у русских, Не веря, А все равно это внутри, Душа человеческая христианка, И люди задавались этим вопросом, Для чего мы живем? Вот именно. Тогда хотя бы это переводили В какую-то идею, Делали идеи, Или я бы сказал, Чтобы народ не остался без вершинности, Идеи прикрывали вечный смысл жизни человека. Но удивительно то, Что сейчас по-другому совершенно устраивается жизнь. Она устраивается настолько материально прекрасно, И развлеченно. Смотрите, у нас развлекаются все. Все ходят в наушниках, Все не отказывают себе выпить, Покушать, повеселиться, И сотворить те дела, Которые ему приносят, Да, какое-то утешение. Это не обязательно какие-то, может, Низменные грехи. И сейчас смотришь, ну кто только не играет. И старый млад, я вот не могу себе представить, Чтобы я взял планшет, И начал бы играть, передвигать карты, Или там какие-то человечки бегают, Или там какие-то кружочки, квадратики. Все заигрались. Жалко на это время. Жалко на это время. В то же время я вспоминаю одну монахиню, Монахиня Нонна, Которая сейчас болезнет немножко. И она попросила меня перебрать ее библиотеку, И лишние книги отвезти в наркологическую больницу для больных. И журнала, который она уже прочитала. И вот с чем я столкнулся у человека, Которого порядка уже 20 лет на пенсии, И по эти 20-25 лет вот эти книги, Журналы, в том числе и советские, Она все их прочитала. Они все изрисованы, подчеркнуты, заложены. И она всегда, когда я приходил к ней, Она говорила, как я люблю читать. Я люблю читать. Я очень этим утешаюсь. Мои любимые книги. Их много у меня, но они такие мои любимые. Я думаю, господи, ну вот, может быть, Она говорит ради какого-то красного слова, А увидел действительно. Массу прочитать и духовных книг, И каждые фотографии батюшек, Епископов, патриархов, Как вырезаны у нее. И хранятся, она любовалась образами духовенства. Конечно, этот человек идет в вечность. И вечность его примет с радостью. Батюшка, благодарю вас сердечно За очень содержательную, серьезную, Поучительную беседу. И благодарю вас за то, Что вы на протяжении уже стольких лет Вместе с нами, с нашими телезрителями, С телеканалом «Союз». И мы очень вам благодарны за это. Спасибо вам. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.